Ситуация с укладкой асфальта в снег на Бору, о которой мы рассказывали вчера, привлекла внимание высшего руководства области. Заместитель губернатора Андрей Гнеушев назвал происходящее на улице Липовой абсурдом. Цитирую. «Какими бы ни были современные технологии, класть асфальт в снег – это чересчур дал поручение главе Бора договор с подрядчиком расторгать, работу не оплачивать и выполнить обязательства перед жителями при наступлении благоприятных погодных условий». Конец цитаты. Сегодня с утра на улицу Липовую прибыла многочисленная комиссия для проверки. Одна вырубка с учетом резонансной истории. Рубим три. Рубим там, где у нас производилась укладка асфальт-бетонного покрытия в ночное время. Скажем так, бесконтрольная. Смотрим результат работы. Одну вырубку берем в испытание, одну вырубку забирает в заказчик. Нет, подожди, давайте позамерим сразу. Здесь замерим. Здесь замерим, да? Давайте замерим. «Согласно контракту у нас должно быть 5 сантиметров, у нас 5-6. По толщине все соответствует. Теперь осталось проверить качество выполненных работ и саму асфальт-бетонную смесь. Здесь вообще нет волна, нет ничего, нет трешина. Вот все нормально. Работа сделана четко. Здесь основание делано во время, основание укатано очень хорошо. И асфальт тоже укатан очень хорошо. Здесь работали люди, которые не первый день занимаются асфальтом. Они очень грамотные, очень умные, делали очень хорошо. Импортные техники, которые всю функцию получали, чтобы и, допустим, температура асфальту кладчика, механизмы, которые кладут асфальт, и вибрать, и так далее. И катки работали, два каток с вибраторами, вообще без вибраторами не работали они. Ну, значит, здесь будет 100% качество. Просто люди некоторые не соображают, но шумы подняли. Почему работу проводили в такое время, в такую погоду? Да, понимаете, не успели, не успели. Вот мы все засыпали, и, значит, раз, погода. Это погода. А как делать? Что делать? Скажите, а можно было перенести проведение этих работ на более благоприятное время? Да нет, нет, нет. А как это? Это контракт, надо было делать, закрывать. И, допустим, это зима. Вчера было лучше, а сегодня еще хуже. Надо было чувствовать, что можно делать это время, и начали делать. Снег убрали. Там бил всего 5-6 сантиметров снега. Лопатами прямо 10 человек все убрали, вот это, чистили. Сухо шебень и начали асфальтировать. Вот это не такой огромной вода, там ничего. Просто пара бил, и все, больше ничего. Нет, здесь, я говорю, нормально все. Один говорит, что весной она вниз провалится, никуда не провалится. Как есть, так остается, и все. Если что, мы отвечаем, гарантия все есть. Будем отвечать за все. Сейчас главное у нас, вот, вице, которые приехали, проверяют, дают протокол. Мы посмотрим, есть качество или нет качества. Будем брать еще дополнительные испытания с учетом той резонансной ситуации, которая у нас случилась на данном объекте. Мы здесь, чтобы непосредственно осуществлять надзор за законностью и контроль. Прямо здесь сейчас в прокуратуре Нижегородской области организована проверка. Соответственно, по результатам экспертизы будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования, в первую очередь. Ну и, естественно, будет указано заказчику на необходимость принятия собственных мер. Услышали одного человека от всей улицы? Я надеюсь, СМИ, как бы, помогут нам. Он в неадекватном состоянии находился, что-то сделал из-под тишка. Он хоть один сказал здесь, что нас не устраивает эта дорога. Мы все за. Мы понимаем, что если сейчас вот что-то испортится, здесь у нас другого больше шанса не будет эту сделать дорогу. Мы и так ее выстрелили. Мы ее били столько лет, мы ходили по уши в грязи все, детям гулять негде, с колясками негде. Жители собрали более миллиона рублей. Мы вступили в программу софинансирования, в свою долю мы вложили. Остальное администрация. В целом, мы очень довольны, что нам положили. Пускай сейчас как-то, кто говорит, правильно это или неправильно, у нас, в принципе, претензий к подрядчику нет. Здесь, конечно, да, сейчас спорный вопрос, по технологии или нет, но вот я не знаю, я видел лично, что снега там не было практически вообще. Вот ровно, вот ровно так же и было, только здесь, на этом основании. А вы считаете, можно класть асфальт на такую ребенку заснеженную? Да, собственно, тут снег, я говорю, они в металле. Проведены лабораторные испытания на ваших глазах независимой лабораторией. Когда мы дождемся результатов и при принятии кончательного решения, мы будем руководствоваться поручениями начальства. Почему заместитель губернатора заметил нарушения при выполнении работ, а администрация не заметила? На сегодняшний момент данная дорога вышла в информационное поле, поэтому все те указания, которые нам свыше поступили, они будут учтены при приемке данных работ на 100%. Если у нас качество работ будет недовлетворительно, то к подрядчику есть закон и законные меры, которые будут применены. При этом все работы в случае их определения некачественного выполнения будут завершены в весенний период времени при наступлении положительных температур. Все. Кстати, как сообщили нам экспертизы, изъятых проб асфальта будет проводиться несколько дней. Лишь после этого будет принято решение относительно дороги и подрядчика.